Девушки отдыхают Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel Девушки отдыхают 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 Команда очень крепкая Очень неплохо играет Ну и пошел у нас выход в мидл Давайте смотреть, там Б должен принимать у нас Товарищ, товарищ, где же ты? Вот, WorldEdit принимает в план Забирает он рефлекса Ну тут уже его дожимает, потому что закончились у него патроны В итоге ситуация 3 в 5 Бомба будет установлена на Б планте Ну и втроем Даттим будет пытаться выбить Ну вот, видим, ничего из этого не получается Остается один Mouse Hunter против Троих, и финны берут пистолеточку На Даст втором Вот так вот резво началось Так, ну и Что еще могу сказать? Не знаю, наверное Лишний раз не стоит рекламировать Параллельный матч, это матч между командами Na'Vi и ESC Там и так, наверное, сейчас все сидят Это вот Игорьку бы не помешало Разрекламировать мой матч Но, да ладно Аркада на Б у нас в исполнении Фина вот просто в тупую выбегают Они на Б план, сбривают WorldEdit А забирают еще и Сейзда Ну и Пока без разменов для команды Даттим Так, вот у Mouse Hunter был шанс Сделать минус Стрелялся он с Деглом Один на один против Товарища Скарка Но ничего из этого хорошего не получилось У БиКью забирает Скарка Вот все-таки забрали одного Но девайс пока еще не удалось подобрать Так, смотрите У БиКью уже делает Три минуса в этом раунде С Дегла Вот разошелся не на шутку Этот парень Подбирает девайс И неужели пойдет выбивать? Да Но Дефуза у него нет Наверное, просто попытается выбить Как можно больше девайсов Ну вот, наверное, все-таки Правильное решение он принимает Засейвит девайс Итак У соперников упало Четыре Точнее, три девайса Ну, один из них подобрал Товарища БиКью Ну и Теперь будет Поинтереснее Закупаются в третьем раунде Есть у Товарища Стунера Номер 1 Стунер Есть у него ВП Так, а я опять не туда поспалю Посмотрел Что-то мне показалось Что это Дефенс решил рискнуть И закупиться А Дефенс все-таки По-моему решил Потому что у Сейзда Есть Фамас Вот И вот Сейз вот так вот Без шансов отдается АВП Делает первый отличный минус Торчала голова Не знаю Вот Что-то не подрасчитал Товарищ Сейз Ну и В итоге Первый минус есть у нас В этом раунде Ну и смотрите На этой же позиции Есть Ворд Эдит Которого Вряд ли будут ожидать Но Сейчас посмотрим Как это будет АВП СБ у нас Стянулась Ну и смотрим Куда идет Перетяжка Команды Кьюрс Ну видимо Потихонечку Вот так вот Отсюда стянулись Должны идти Вот сюда Ну Нет Смотрите Вдвоем Нату и Станнер Идут по Зигзагу Ну и Втроем на длину Будут выходить На Маус Хантера Маус Хантер у нас Деглом В яме Ну и тут Скорее всего Сейчас его заберут Потому что Нет у него никого На халпе Есть минус от рефлекса Забирает он Маус Хантер Остается Гарик где-то Гарик у нас на гусе Пытает себя отвешить К нему уже врывается Просто На Мурван Стун Забирает его И Ну короче Провалился полностью Байраунд Команды Датим Вот решили Они рискуют Закупиться в третьем Но ничего Хорошего из этого Не вышло Так Друзья Напомню У нас сегодня Куча интересных матчей Поэтому стримить Мы будем с Игорем Параллельно Следующий матч Который буду комментировать Я Мне вообще сегодня Повезло с финнами Вот буду смотреть Я за финнами Против Virtus.pro Это будет Очень интересная Зарубка Virtus.pro Находится По-моему Сейчас в очень Отличной форме Особенно их Капитан Кирилл Карасев Ну и А за финнами Мы уже Вот с вами Наблюдаем На первой карте Этого дня Так Давайте посмотрим За НАТО Так Ну это был явно Не НАТО Так Вот есть Какая-то Такая кнопочка Нажимаю я ее И Гоу-ТВ Директор Мод Может смотреть За мной То есть Будут Показывать от Моих вас Но Ставлю я его Автоматически Так что Если кто-то Смотрит КЛТВ Чтобы было Поинтереснее Но тем временем Финны Без шансов Берут этот раунд Не составил им труда На эко-раунде Разобраться с командой Датим Ну и Счет у нас 4-0 Пока Сушит команда Датим Вот надо размочить Уже счет Так ВП попадает Сейзда Номбо-1 Стунер Давай посмотрим Как этот парень Ну вот Если в предыдущем раунде Он шел на Б И пытался отстреливать Там кого-то То вот Теперь попал Сейзда Через ворота И Вот так вот Ничего не боясь Занимает 1 миду Откидывает зигзаг И Давайте смотреть За кем-то другим Неинтересно Так ВП на Б у нас И вообще посмотрим Что у нас на карте происходит 3 игрока в медле Нату на Б Скракет контролит Поджим с длины Ну и это будет Раунд 3-2-Б Бомба стягивается У нас Верхнюю тэшку Я уверен Финны будут играть С каким-то разводом То есть Скорее всего Это будет Выход То ли миду То ли зигзаг Нет Пошел выход У нас миду Посмотрим мы За сейздом Так Где же ты сейзд Сейзд Никого не успевает убить Ворд и дит Остается 1 на Б планте Подождите Да Его быстренько забирают Ну и Провалился Б плант у нас полностью Разменялись 1-2 Вот Гарик выравнивает ситуацию Забирает курсы Ну и теперь втроем 3-3 будут выбивать Даттимовцы Б плант Хочу я посмотреть Наверное Ну вот как же так В большинстве Даттим Врывались на Б плант Пока Без шансов Ну и теперь остается Один Гарик Против двоих Которого просто Разманцуют Сейчас С обеих сторон Периодически Расстреливают Вот попытался Закинуть дымок И наверное Вот хотел еще и Раздефузить Но это было бы Сверх наглостью Фины берут Пятый раунд Ну а Даттим Пока не могут собраться Это печально Так Очередной рак Ой Эко у нас От команды Даттим Рако Рако Эко Вот у всех раков Постоянная эко Ну Наверное Неуместная шуточка Получится Пока Даттим Ничего не получается Постоянно Вот наверное Их проблема В том что Умирает кто-то первый Именно из команды Даттим Не делают они Опен фраги И это По крайней мере Мне кажется Немного дорешает Ну и опять таки же Никого не забрали На эко раунде Даттимовцы Ну и 6-0 Фины впереди Пока вот Без шансов Так вот Врывается Сейс у нас В нижнюю Ультэшку Будет смотреть Он Проход по зигзагу Опять таки же Есть опен фраг У нас на длине Курс забирает Ну вот просто Разорвали длину Без шансов Остается один Ворд 1 Вриспейну и СС На Б-планете Ну вот Как так можно принимать Я не знаю В итоге забирают Еще и СС Один Ворлд Эдит С ВП Попытается засейвить Свой девайс Но уверен Уверен Просто не то что Сомневаюсь А вот Не дадут ему Сделать этого Так вот Есть у нас Парочка человек Которые у нас смотрят И находятся они В чате группе КиберНТВ Задают они мне вопросы Ну вот Не знаю Мне кажется Что на первой стороне Еще пока ничего не решится Но вот Так А смотрите Что делает Ворд Эдит Пытались его Размансовать Но сделал он Три отличных минуса Точнее два Но вот На третьего не хватило Ну Шансы есть у всех Если они найдут В себе силы И смогут Сделать камбэк Я уверен Эти парни Кстати могут делать Камбэк Потому что Видел я не раз Как играл От команды Уже вот Есть у меня Такой вот Небольшой Но все таки Есть опыт В играх Кэс Гол Видел Когда тим играли Против Нави Вот там Они делали камбэк И довольно таки Неплохо у них получалось Поэтому В принципе могут Так Где-то Гарик у нас Уже потерял Почти все ХП Пытался занять Он яму Пробегал Ну и видно Сильно Надымажили его Так Ну и посмотрим За нашим Монстриком Который принимает WorldEdit Ну вот Монстриком Потому что Монстрокилы Может делать Вот реально Наблюдал за этим парнем Пару раз Вот если не заставляют Его играть Со всякими программами Которые фиксируют То что происходит У него на мониторе В этот парень Попадает очень плотно Так Ну а тем временем Фины проходят по зигзагу Один суп Будет выходить С длины Или просто идти уже В спину на размен Ну и давайте смотреть Под шифтом Фины подобрали сюда Под флешку выходят Ну и пошел У нас проход Есть Первый минус Эсбривает Рефлекс Ну и сразу два минуса В ответ от Команды Кьюрс В спину Ой как Убикью пришел Вовремя в спину Ну и давайте смотреть Ну как же Гарик Гарик они практически Вот я лично не заметил Вот Нату Заметил Но в последний момент И Точнее не на ту А Суп Заметил его И все таки сделал Этот минус Опять таки же 8-0 Датим Вот Просто жизненно Необходимо Надо взять Хотя бы Два Ну два это мало Хотя бы Три-четыре раунда Чтобы бороться На второй половине На этой карте Потому что Если проиграет Пистолетку И при этом Не возьмут ни одного За атаку То это будет Вообще печаль По-моему У нас еще не было Счета 16-0 Я могу ошибаться Конечно Но у нас Стар серии Если у нас Будет первый счет 16-0 То это будет Наверное Праздник для команды Кьюрс Ну и Трагедия для команды Датим Так Вот без шансов Сбревают Эдита В нижней тэшке Остается Маусхантер Вот с деглом Принимает он С респа Этот выход Ну и Получает Фэшку в лицо И уже Просто без шансов Слепого Забирает его Товарищ Рефлекс 9-0 По-прежнему Финны Просто берут Все подряд И И вот что же Может все таки Будет у нас 15-0 Конечно Этого сильно Не хотелось Больше Моей симпатии Наверное Вклоняются Команде Датим Потому что Это коллектив Из СНГ Ну и Я думаю Так же Вот русскоязычные Зрители Наверное Все таки Болеют за Русских парней Наконец-то Опенфраг Делает сейс Забирает он Ну и вот Нашивает Сейс Рефлекс Через Зигзаг С нижней Тэшки Ну вот смотрите Ворд Эдит Делает минус С Кракена Убивает Того в медле Ну и Ситуация 3-4 Вообще Вот давайте Еще Одного И вот Я не буду Переживать Что Счет Закончится Сухую Так Глянем На мини Карту Что происходит Убикю Забирает Суба Остается Один Намбо Уан Который Будет Воевать С Маус Хантером Ну и Маус Хантер Без проблем Забирает Его Поздравляем Команду Дайте Размочили Они Счет В этом Поединке Есть Первый Раунд Надеюсь Не Последний Надеюсь Парни Будут Тащить До Последнего И Не Сдадутся После Такого Провального Начала Так Ну и Там Перестрелка У нас Верхние Тэшки Убик Пытался Ворваться В Тэшечку Но он Суб Законтролил Его Сделал Минус На Б Пунте Ну и Теперь Есть Небольшие Проблемки Потому что Б Плант Уже Полностью Заняла Команда Кьюрс И Делает Еще и Минус Гарик И Ну вот Не знаю Насколько Оправдан Был этот Врыв Врывался Убик Один Без Всякой Поддержки На Б Никого Не было Из Хлопающих Просто Отдался Ну и Вследствие Чего Фины Заняли Б Плант Ну и Потом Разобрались Да Вот Сегодня Какой-то Печальный День Для команды Даттим Что-то Вот У них Ну вот Явно Идет Не так Играют Они Не в свою Игру Знаю Ну Видел Я Как Могут Играть Эти Парни Но Вот Сейчас То ли Фины Нереально Жесткие То ли Просто Даттим Коллективно Точнее Синхронно Все Сегодня Проснулись И Встали Не с той Ноги Глянем Что там С отцами Так 7 5 2 2 2 Ну да Только Убик Наубивал Семерых Но Остальные Вообще Не могут Собраться Так Опять-таки Опенфраг Делает Команды Из Финляндии Рефлекс Забирает Сейзда Так Глянем Что происходит Там Вообще Так Вот Видим Большое Скопление Игроков Возле Ворд Эдита Ну и вот Поджимает Он как раз Эту точку Ну и сейчас Может нарваться На контрольщего Игрока Ну вот Идеальный Тайминг Ловит Убивает Скарка Который Не знаю Почему Но решил Все-таки Отвернуться И посмотреть В сторону Своих Тиммейтов А не контролить Поджим Ну а так Бы все Закончилось Печально Для Ворд Эдита Так Ну и пошел У нас Выход В Миду Маус Хантер Вот тут Сейчас Водорог Будет Принимать Бэп Вант Есть Минус Гарик Ну вот Всего лишь Один Минус Успел Сделать Маус Хантер Но в итоге Ситуация 2 в 3 Ворд Эдит Против Троих Ну вот Минус Ворд Эдит Остается Один Убик Опять Так же Против Троих Сбивает Первый Отличным Хэдшотом Что это За пистолет Не успел Я глянусь Что это Был за Девайс Но Хватило От сил Убика Всего Лишь на Одного Это Был Вроде Байраунд От команды Даттим Да Ну вот Есть вот такая штука Тавтология Вот я бы сказал Печаль Печальная Потому что По другому Игру команды Даттим Сейчас назвать нельзя Вот Непонятно Зачем Они вот Закупились Слабым баем При том Что у финнов Ну просто Невероятное количество Денег Вот можете Сами в этом Удостовериться 12 10 15 7 6 Тысяч Ну и Это Так А вот тут Интересно Сейс Двордедит Делают Два первых Минуса На эко-раунде Забирают Они Нату И Рефлекс Соответственно Ну и Теперь 5 в 3 Будут попытаться Затащить Этот Экономический Раунд Ну а смотрите Еще и Бомба упала У нас В тэшке И у финнов Теперь Дилемма Как же Вот забрать Этот плант Ну и Вообще Как-то Потащить Этот раунд Ну вот Скракет Делает минус Убик Забирает Того В зигзаге Под флешку Ворвался Скракет Отдается Еще и Гарик Номбо 1 Студ Забирает Его СВП Так Ну и Саб Уже Надимажил Сейз До Красного Так Вот тут У нас Ворд Эдит Забирает Двоих Отлично Ну и Делает Третий Минус В этом Раунде Точнее 4 Минуса В этом Раунде Сделал Ворд Эдит И Даттим Берут Второй Раунд За Атаку На Дасте 2 Точнее За Дифенс На Дасте 2 Но Это Все равно Печально Вот Вот Пишут Что Молитвы Все-таки Помогают Команде Даттим Ну вот Реально Ворд Эдит Делает Минус Наба Уан Стун Забирает Того С ВП Сразу В наглую Вышел Пытался Отстрелить Ну и Не безуспешно Это Все Получилось Ну вот Сейст Где-то Уже Отдается Товарищу Рефлексу И У нас Сейчас Ситуация 4 В 4 Видимо Фины Растянуты По всему По всей Карте Рефлекс Миде Нату На Б Ну и Два Игрока Были В районе Длины Ну и Теперь Все Потихонечку Потихонечку Смещаются В Мидл Но Опять-таки Бомба Валяется На Распе Вот Скрак Только Сейчас Забирает Ее Ворд Эдит Делает Второй Минус В этом Раунде Вот Парень Разошелся Давайте Глянем Что у него С фрагами Есть у него По-моему Было 5 фрагов И за 2 раунда Уже убил Семерых Так Под флешечку У нас Ну вот Свою Две флешки В лицо А вот Гарик Сейчас будет Принимать Выход По зигзагу Ворд Эдит Делает Третий Минус В этом Раунде Гарик Убивает Рефлекс В зигзаге Остается Один Суб На длине Нет Он в медле С бомбой На руках Видимо Попытался Выбежать Ворота На медле Но Убик Законтролил его И берет Третий раунд Для команды Датим Ну Опять таки же Вот сейчас Нельзя сказать Что команда Датим Взяла этот раунд Опять таки же Этот раунд Берет Вот этот парень Ворд Эдит Вот Только благодаря Его стараниям Датимовцы Набирают сейчас Раунды Потому что Эко Которое он Потащил Это вот Было очень важно Вот после такого Конечно можно бы Сделать камбэк Опять таки же Сейст падает на длине Забирает его Рефлекс Так Где у нас Рефлекс 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 Убивает Ворд Эдит И пошел у нас Выход в мидл Ворд Эдит делает Второй минус подряд Куча дымов Смотрите Вот в наглую Врывается в мидл Знает что тут Никого нету Но она наверное На б уже вышли Нет А на б боятся выйти Потому что знают Что вот Там чудо снайпер Который вот Просто не прощает Так Ну и пошел выход По зигзагу Ворд Эдит Промахивается СВП Неужели такое бывает Гарик тем временем Забирает проходящего НАТО Ну и Все Тут захлебнулся Выход команды Кьюрс Ну и вот Вот таким вот Даже образом Пытался убить Ворд Эдит Своего оппонента Но забирает его Убик Ну вот Вроде бы взяли Необходимое количество Раундов Для того Чтобы начать Камбэк Но вот посмотрим Получится это или нет У команды Датим Я думаю Совсем немного нам осталось Сейчас у нас будет Сделан рестарт Ну и Наш матч продолжится Так друзья Те кто Смотрели матч Навис ЕС Пожалуйста Напишите Что там Как 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 Закончилось А то вот Я вот Не совсем Знаю что там Происходит Но и Пошла у нас Пистолеточка Ворд Эдит В одиночку Занимает длину Финны Втроем Выбегают Зигзага Смотрите Что делают Финны Вообще Вот это Уровень Просто вот Поджимают Вот здесь Словили Сейзда Которые Опять таки же Первый умирает Сейз Почему-то Вот не знаю Не везет ему Еще при этом Падает с него Бомба Номер 1 стун Забирает Ворд Эдита На длине Ну и теперь Большие проблемы У команды Дат Тим Ну вот Финн остается Пять в два Убик и Гарик Против пятерых Ну что же делать Парни Как так Как так Отдаем Просто вот Раунды Не законтролили Вообще ничего Решили идти В четвером В Тэшку Точнее втроем Шли через нижнюю В мидл Ну вот Не ожидали Поджима с зигзага Ну а финны Сделали все Очень красиво Так Гарик Законтролил Поджим Номер 1 стун Ситуация уже Поинтереснее 2 в 4 Но по прежнему Шансов немного Но Гарик Делает второй Минус подряд Забирает Суба на длине Ну вот Третьего Он тут явно Не ожидал увидеть И Нату Просто на опыте Забирает Гарика Ну и теперь Смотрите Убик Один против двоих Так Нату в яме Бомба у него 20 секунд До конца раунда Ну и тут Большие проблемы Убика Вот как Потащить этот раунд Наверное Он даже Приблизительно Не понимает Нату вот Не такой простой игрок На все про все Убика остается 7 секунд Ну просто не дадут Ему пройти И поставить бомбу Да Вот это еще Лишнее движение Ну и Столетный раунд Берет Команда Кюрс И Все меньше Меньше шансов На камбэк У даттим Так Фуэка Решили сделать Даттим Бомбу не поставили Девайсов особо нет Ну поэтому Все делают правильно Закупаться Смысла вообще не было Потому что финны Я думаю Экараунд Будут принимать без шансов Рефлек делает два минуса Его забирают Так вот С кирпичом Тут выскакивает Нату На мидл Забирает он Маусхантера Ну и остается Последний Ворд Эдит Которого также Нату Точнее Не Нату А Склавка забирает Тринадцатый раунд Команды Кюрс Так Пошел у нас Выход на длину Ворд Эдита Сбривает Ну Опять таки же Почему вдвоем Почему без гранат Почему как-то Так неуверенно Выходит команда Даттим Вот Просто не похожи Сами на себя Ну и вот Остается Один убик на длине Которого пытаются Сейчас поджимать Вот Ну Как-то слишком нагло Вот убик играет Знали что на длине Как минимум трое Но вот почему-то Продолжал стреляться С этими тремя Убик И не то что они его давили А он почему-то Выбегал на них Как будто Ну вот Это дефолт Что он должен Сбривать троих Четверых И не париться вообще Так Ну вот Не совсем непонятны Сейчас действия Команды Даттим Может они вот реально Поплыли После отданной пистолетки Хотя вот И плыли они За первую сторону В направлении Вот Дна Но Опять-таки же Очередной выход на длину Просто Гарик один Выбегает С деглом Ну нет Убик был с ним Подстраховал Сделал размен Так Ну и продолжается У нас тут Война на длине Перестрелка Просто Вероятно Падает Моусхантер НАТО делает Этот фраг Ну и Смотрите что ПХП Ворд Эдит И Убик красный Сейст Красный Сейст падает Ну и Это будет Пятнадцатый раунд Для команды Кьюрс Забирает Убик Остается Последний Ворд Эдит И Просто без шансов Не знаю Что сейчас Чем Могут Объяснить Свои действия Игроки команды Даттим Потому что То что Сейчас делают Они на протяжении Всего матча Мне вообще Просто непонятно Единственный Кто играет Команды Даттим В этом матче Это Ворд Эдит Который просто Вот Если бы не он То не было Этих четырех взятых раундов В первой половине Ну а Стараний одного человека К сожалению Очень Очень Мало Для команды Даттим Рефлекс делает Минус ворд Эдит Вот видели Как он при фаером Сбрил Того в миде Ну вот Гарик разменял НАТО Просто финны Поджимают Уже бегают По респауну Вот там Суб Смотрите Где находится Сейчас мы за ним Посмотрим Маус Хантер Никак не ожидал Его увидит Ну и Инсуб сбривает того Рефлекс делает Минус Убик Ну и Все таки Загнали Инсуба Слишком далеко Он забрался Ну и Не совсем ему повезло Мог убивать там Спину двоих Троих Четверых Но вот Получилось только одного Рефлекс сбривает Сейзда Остается последний Гарик Против троих И это последний раунд Вот Убик даже не верит Своего тиммейта Пишет заранее ГГ Ну вот Это уже говорит О многом Потому что вот Как минимум то Что команда Даттим До конца у нас Бороться в этом матче Не хочет Ну и Вот так вот Финны легко Расправляются Своими соперниками Обыгрывают они Даттим Со счетом 16-4 Реально Счет вообще Мне кажется Мог быть и 16-0 Но Вот Маймо Тешу маймо Друзья Сейчас у нас 20-39 Ровно Это по Киеву Ровно В 9 часов по Киеву Начнется матч Между командой Виртус Про И командой Кьюрс Опять таки же Финны будут Противостоять Ну на этот раз Не русскому Ну вообще русскому Коллективу Но команда-то состоит Из двоих русских Двоих украинцев Ну и последний Это Казах Невероятный Казах Адрен Который Знаменит в 1.6 Ну и Посмотрим мы За этой зарубой А пока У нас будет Небольшая рекламная пауза Ну и мы Вернемся Очень скоро Так что Далеко не разбегайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok